Здравствуйте, меня зовут Роман, я представитель компании RDM Import и сегодня я хочу вам рассказать о том, как определять оригинальные или неоригинальные стекла на автомобиле. Сразу вопрос, зачем это может понадобиться? Ответ такой, допустим, при торге автомобиля вы всегда сможете понять, что стекло не родное и возможно как-то это скажется на торге, плюс у нас есть еще видеоролик о том, чем отличается оригинальное стекло от, допустим, дубликата хорошего, или китайского дубликата, или нашего новосибирского российского дубликата, где мы приводим реальные примеры того, как выглядит изображение и как это сказывается на вашем зрении. А сегодня мы хотели бы просто рассказать вам о том, как отличать оригинальное стекло или неоригинальное. Давайте возьмем вот эти два автомобиля, они абсолютно практически одинаковые. Kia Sorento 2003 года и 2005 года. Вот смотрите, на всех стеклах, на заводах всегда идет фирменная такая чекуха. Вот сейчас вот смотрим сюда, допустим, на лобовом стекле точно так же присутствует, как и на всех остальных стеклах. Здесь написано «ХУК». Вот «ХУК» – это китайское стекло, «Фуяо» автостекло – это компания, которая занимается вот этими вот стеклами. То есть вот это китайское стекло, оно неоригинальное. Как выглядело бы оригинальное стекло? Пойдемте посмотрим на следующем автомобиле. Вот, смотрите, здесь написано «КИА» – это оригинальное стекло. Как правило, производитель автомобиля сам выпускает стекла и фирменную чекуху там свою ставит. То есть именно «КИА», допустим, «Ниссан» и так далее. Ну, к примеру, как это бы выглядело у «Тойоты Королл Филдов». Вот, допустим, посмотрим чекуха. Стоит «Тойота». Причем вот эта вот чекушка, она не просто выгравирована. Это либо лазерная, допустим, ну, как бы гравировка, либо стекло само состоит из двух частей, по сути. То есть оригинальное стекло. И вот эта вот гравировка, она как бы внутри. Вот. Либо под защитным слоем, который неразделим от стекла. Таким образом, ну, как бы подделать эту чекуху, раньше было достаточно сложно. Сейчас, конечно, уже научились. Но в другом видео мы покажем, как отличать и такие стекла. Вот. А пока давайте посмотрим на «Ниссаны». Вот. «Ниссан». Допустим, вот здесь вот нет оригинального стекла. Есть надпись «Пилкинстон». Вот. Это компания-производитель стекол для «Ниссана». И это уже будет дубликат. То есть, ну, это дубликат очень хорошего качества. Да. То есть, на этом «Ниссане». Обратите внимание. Есть надпись «Ниссан» и тоже стоит «Пилкинстон». «Пилкинстон» выпускает, по сути, стекла для «Ниссана». Да. Но если машина новая, да, то там будет обязательно, как бы, чеклуха «Ниссана». Если стекло не родное и поставлен хороший, допустим, дубликат, то вы видели, что надписи «Ниссан» там не будет. Вот. Точно то же самое, как бы, мы можем сказать у боковых стеклах, а задних стеклах везде на них есть. А вот в углах вот такие вот чеклухи. Видите, как бы «Ниссан», да? То есть, здесь посмотрим «Ниссан». Здесь точно так же «Ниссан». Каждое стекло, оно… И сайте тоже может поверить, что оно есть. Вот. Каждое стекло прочим поводом. Вот, допустим, на «БМВ», да? То есть, значок «БМВ» фирменный. Окей, как бы, то есть, это оригинальное стекло. Лобовое стекло, давайте посмотрим. Точно так же. С чекухой. Это оригинальное стекло. Вот. Как еще можно использовать информацию о стеклах при покупке автомобиля? Ну, давайте посмотрим. Если, как бы, то есть, мы обнаружили, что форточка автомобиля, боковое стекло неоригинальное, можно предположить, что его разбили? Можно. А если два стекла неоригинальных? Предположить, что разбили два, уже сложнее. Ну, только если какие-нибудь вандалы, да, что редко случается. Чаще всего просто был какой-то боковой удар, и стекла разлетелись. То есть, можно не разбираться в покраске автомобиля, но увидеть чекухи на стеклах и сделать уже какое-то предположение. Вот. А если все стекла неоригинальные, ну, смотрите, это вообще может быть перевертыш. Продолжение следует... Продолжение следует...